Добрый вечер, дорогие зрители! Ну что ж, сегодня второй день гастролей в моем любимом городном городе. Ну так получилось, я родился на Салтарке, поэтому в этот город мы приезжаем с большим удовольствием. Да, я хочу вам на первый город подойти. Спасибо. Хорошо, ну что ж, как всегда, небольшая рекламная часть. Во-первых, обычно я говорю в конце, но скажу сейчас. Все умные, интеллигентные, адекватные, сексуально здоровые люди переводят театр и свой телефон в вибро режим. Не хочу никого из вас обидеть, но эта фраза уже в 10 лет звучит неизменно. Вторая часть у меня звучит так, потому что козлов, уродов, дегенератов и импотентов, простите об этом, абсолютно... То есть полезно. Хорошо. Дальше напоминаю, на самом деле, что есть еще в поэм продаются книги Алексея Курилки, а он не только замечательный актер, но и замечательный писатель. Как по мне, тут даже и, наверное, писатель получше. Ну, а если вы еще читаете бумажные книги, потому что все-таки уже последние люди переходят в электронной форме, хотя книга это не только, скажем так, удовольствие, но и подарок. И напоминаю, что сегодня у нас два спектакля. В 10 часов вечера мы покажем, в принципе, уникальный такой спектакль под названием «Слушай, песни ветра» по произведениям Брэнда Ревураками. Он не смешной, душевный, лирический и очень театральный. А то у нас постоянно говорят, что вы приходите от секси, да от секси. А, то есть вы не против этой темы. Хорошо, но поскольку у вас здесь сегодня не 100% полный зал, так что больше отдачей, то я волнуюсь здесь сегодня тоже еще играть. Вот, на всякий случай напоминаю про розовые листочки, которые вы можете заполнить и на следующем в нашей кастроли. У нас особо рекламы не бывает много, поэтому вас обязательно пригласят. И, конечно, большое спасибо, вот тут будут аплодисменты, с вашей стороны, надеюсь. Всем тем, хотел сказать, партнерам, не партнерам, а друзьям, которые помогали в организации этих кастролей. Ну что ж, может быть до вечера, может быть до завтра, может быть до никогда, а сегодня интим не предлагать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. То есть я правильно сделал заказ, да? Ну, я просто... А у вас мило. Да, да. Вы проходите, садитесь сюда. Я думаю, вам лучше сюда. А я сяду здесь. Арнольд. А по паспорту? Под тех паспортом? Нет, ну... Ну, хорошо, Арнольд так Арнольд. Я бога ради. Тогда я Брюс. Вы можете называть меня, как хотите. Хорошо. Это входит в стоимость. Хорошо. Такое, значит, и есть этот самый простив... Простив... Секс-экскорт. Секс-экскорт, да. Ой, я все пытался подобрать специально это слово. Секс-экскорт. Это уже сделано до вас. Все, хорошо. Секс-экскорт. Итак, вы как секс-экскорт. Я... Вы можете просто экскорт? Экскорт, да. Да. Но секс же вы воротируете. За этим и пришел. Собственно, не за этим, а... Чтобы предоставить это. Вам надо их есть у меня. Вы забавны. А вы всегда работали в секс-экскорте? Или была как-то человеческая профессия? Нет, школу закончу и сразу. Слушайте, а если и я захочу работать с вами, ну, у вас, я могу, ну, как-нибудь подрабатывать, скажем так, уезжать в командировку с вами? Можете. Правда? Да, и есть непривередливые клиентки. Нет, единственное, я хотел бы сам выбирать. Понимаете? Ну, если красивая и молодая, я мог бы доплачивать. То есть вы хотите получать деньги? Не получать удовольствие больше хотел. Ну, ладно, сейчас, сейчас... Вы не понимаете, это работа. Я понимаю. Вы когда на работу свою приходите, вы кем работаете? Я никем не работаю. У меня вовольная такая профессия, я поэт, композитор, пишу... А, безработный. Десятилетним стажем, да. Деньги-то у вас есть? Конечно, конечно, конечно. Надо платить вперед. Только, знаете что, я вас прошу, прежде чем я заплачу, я хочу кое-что оговорить. Во-первых, никаких извращений. Как вы, Ленадий, с высока? Я, наоборот, вам упрощаю, этот самый, вашу работу. Ведь когда никаких извращений, вам же легче. И никаких сюрпризов. Как скажете, я могу лежать бревном. Вы не должны лежать, вы должны делать. Я могу делать. Вы должны отпахать на три зарплаты. Понимаете? Не вопрос, я сделаю все, что надо. Хорошо, тогда так. Здравствуйте. Привет, малыш. Я понимаю, ты забыл, сегодня какой день, да? Ничего, смотри. Вы-то вкушаетесь, да? Нет, а что, налито или что? Знаешь, Лёля, я думала, ты хотя бы сегодня запомнишь, вспомнишь, что ты мне обещал. Я все помню, это Арнольд. Что ты не со своим другом будешь праздновать нашу годовщину. Я еще не праздну, познакомься. Это Арнольд. Вот, это Екатерина. Викторовна. Да, она несколько... Она очень не любит, когда ее муж не сдерживает обещания в романтических вечерах. Она очень любит говорить о себе в третьем лице. Да. Я, пожалуй, пойду, я не буду вам мешать. Пьянство, я могу ровно. Да при чем здесь пьянство? Спасибо тебе за подарки. За то, что ты пришел. За то, что ты сделал романтическую атмосферу. Спасибо, что ты... Я... Ну, ничего, ничего, не переживайте. Странно, что у вас не получается. Она вернется. Она вернется. Думаете? Никуда она не денется. Во-первых, ей некуда идти. Это залог нашего семейного счастья. А во-вторых, она оставила телефон. И в любой момент, как только я начну проверять ее эсэмэсами, она сразу вернется. У женщин, у них какой-то локада. А! Где мы шли вон-то? Он проверяет эсэмэс. То есть, собственно... Собственно, это и предмет, с которым вам придется работать. И вот так вот отлежаться не получится. Вы понимаете, мы... Понятно, мы нормально с ней общаемся. У нас все получалось... Получалось... Но! Какая-то рутиня. Как-то все... Во-первых, она мне задала. Она говорит, что я не умею делать подарки. Да, что я вечно не то ей дарю, что и нам. В прошлом году уже думаю, ну удивлю тебя. Ну, Катка, удивлю. Купил я слона. Прихожу. А я сначала... Не живого. Ну, то есть, живого, но небольшого. Маленький слонек. У меня братан работает в зоопарке. Я купил его на два дня. Думаю, утеплю и отдам. Этим я еще больше ее обрадую. Пришел и отдам. А, какой именно? Ага, и что? Что? Значит, оставил, а сам ушел. Дай ему реакцию. Ну, эта самая, она будет мне наяривать. Мол, у нас тут слон. Ну, слонен. Приезжай. Приезжай. Ну, вечером, поздно. Что вы думаете? Она пьяная. Злоненая пьяная. Двое милиционеров. Пьяные. И какая-то подушка ее, которая неизвестно, откуда появилась. Потому что я всех ее подружек знаю. И они кульбали. Представляете? Вечеринка. Вечеринка, когда он рассказал, что она вызвала мне в дом, чтобы разобраться, что за слон, объяснила, что у нее праздник, туда-сюда. Ну, а там уже все пошло. Они уже тягают его за хобочком. Всех хакет. Я когда возвращал его в этот самый зоопарк, ну, я столько выслушал. Во-первых, очень сложно смывается мат. Они его разрисовывали. Понимаю, помада стойкая. Да, это кошмар. Ну, а, во-первых, он нервный стал. Слоненок. Он стал вздрагивать и ничего больше не ел, если не добавляли хотя бы стакан алкоголя. Слоны очень легко спиваются, как женщины. Слоны и женщины легко спиваются. Запомните. А можно маленький вопрос? Скажите, а почему это же было прошлое годовщина, правильно? Да, это было прошлое, я хотел ее удивить. Да, то есть вы оставили слона и ушли. Да, ну а что, мне надо было его леточкой обмотать? Пришли ночью. Ну, поздно вечером. Отпраздновать? Ну, да. То есть то, что вас не было дома, вас не смущает? В годовщину. Я думал, она будет на Яре. А-а-а. Да, а она у меня непредсказуема. Она, человек, непредсказуемый. Вообще, я ее никогда не могу предсказать. Вот, например, я вам, я ей говорю, она, точнее, она меня спрашивает. Ты будешь гречку или рис? А мне очень сложно выбрать, я весь сын. Я начинаю, я начинаю, я начинаю лохаться, думаю, блин, и ненавидеть ее. На хера меня ставить перед выбором? У меня столько, столько в жизни выборов, и тут еще как, домой приходишь, отдохну, и тут гречка или рис. Хорошо? Я, ладно, я делаю над собой усилия, вот. А что самое обидное, что я всегда потом жалею. Я выбираю рис, она приносит, допустим, рис, я ем, думаю, блин, надо было гречку. Ну, так и рис, варись, сама, давай гречку, но на вашем языке. Ну, да, может быть, но смотри, я вам один момент расскажу. И вот, она говорит тебе гречку или рис. Ну, я делаю над собой усилию, говорю, рис. Она говорит, с рыбой или с мясом. Это что, издевательство такое? И так постоянно, и так все три блюда, понимаете? Попробуйте смешивать. Так подождите, сейчас самое удивительное. Когда я говорю, что ей, ну, что, допустим, ну, допустим, гречку, мясо и, допустим, чай. Она говорит, а может, хватит привередничать? Есть только картошка. И ты об этом прекрасно знаешь. Потом выяснилось, что она тем самым хотела мне, ну, дать понять, что у нас в доме нечего жрать. А зачем такие заходы? Зачем? Это еще не все. Она спрашивает, в чем мне лучше сегодня пойти? Мы к маме сейчас ездим. Если мама не приезжает к нам, то мы к ней ездим. Она спрашивает, мне зеленое платье, красное или еще оранжевое у нее есть. Или оранжевое. Три платья. Ну, а то мне надо этот выбор. А ну, скажите, он мне нужен? Я говорю, мне все равно. Скандал. Чего бы? Я не понимаю. Я ее спрашиваю, ты что, обиделась? Да, тебе пофиг, в чем я хожу. Говорит она. Ну, я сейчас перевожу на нормальный. А мне действительно пофиг. Ну, то есть, не совсем пофиг. Конечно, если она оденет рыцарские доспехи, то вряд ли я с ней пойду. Не, я пойду, как она со мной ходит. Знаете, как она со мной ходит? Я вам покажу. Выходим мы вместе, но приходим всегда по очереди. В общем, она говорит, не иди со мной, не иди со мной. Почему? Почему? Потому что ей не нравится, как я себя веду, как я одеваюсь, понимаете? Ну, а если я еще и это самое, то все. Дело в том, Брюс. Да. Армии, армии. Да. Крепки орешки. Глава, почему? Ну, в общем, да. Оба ваших орешков ведут себя неправильно вместе с вами. Хорошо. Если вы такой знаток женской... Ну, скорее всего, я бы не зарабатывал, нет. Вы просто корни не правы. Вы. Потому что нужно говорить то, что женщина хочет, слушайте. Хорошо. Я понимаю, что вы хотите это просто. А давайте, давайте попробуем. Вот я, вот я Катя, а вы, Брюс, вот я, вот я выхожу в одном из платьев. Катя и Брюс. Смотрите, я выхожу и говорю, Брюс, вообще-то Лёня. Лёня, ну как тебе это платье? В нём пойти? Оно прекрасно. А зелёное? Зелёное тоже хорошо, но завтра. А сегодня это платье прекрасно смотрится на тебя, оно гармонирует с твоими глазами, а лучше сними его. У меня есть для тебя подарок. И тут вы достаёте золотистое платье, чем вы взрываете ему стол. Класс. Записывай. Слушайте, давайте так. Я не буду жить в вашей жизни. Не, я хотел, чтобы вы, ну разве не жить, но можно неделю у вас взять. Как брат. Я даже не буду говорить, что вы экскортные услуги, а вы брат мой. Ну брат, и всё, она же ещё не знает, смотрите, она прибежала, убежала. Телефон оставил. Дело в том, что можно, но дорого. Я не вернулась. Я не вернулась. Мальчики. Нет? Нет, я пришла. Ты их смотрела? Нет. На чё я тебе доверяю? Дело в том, что можно поотпечатать нам сервер на экран. А Катя! О, блин, какое классное платье! Какое классное красное платье! Оно так идёт к твоим глазам! Слышь так, Лёня, не повидевай тебя. Ничего тебя уже не спасёт. Подожди. Это классное платье, но оно тебе идёт, но лучше снимай его, потому что у меня есть со мной. Слышь, я хотел купить тебе золотистое платье, но... Катерина, вы не волнуйтесь. Вы не волнуйтесь. Всё нормально. Всё нормально. Это мой брат. Он поживёт у нас неделю. Да, вдвоём. Здрасте. Здрасте. И вообще, ты помнишь, какой сегодня день? Я, Лёня, помню, какой сегодня день. Моя рыба. Да, хорошо. Что ты будешь, шампанское или коньяк? Ага. Я бы, наверное, ответил и то, и другое. Я отвечу, да. Я отвечу, Лёня, что я не буду ничего. Ну, сегодня праздник. Потому что ты мне уже испортил настроение. Я пришла тебе сказать, знаешь что? Ну, что? Что я хотела тебе подарить самый лучший в мире подарок. И я хотела сегодня подарить тебе самый лучший подарок, между прочим. Хотел. Я вижу славу. А теперь я оставлю его в себе. Я не вижу мельковолновки. Я не вижу цветочки в горшочках. Я не вижу таблетки. Таблетки? Дети все прекрасные твои подарки. Таблетки я покупал себе. Это не мой подарок. Значит, я тебе так скажу. Знай, у тебя был мой самый лучший в мире подарок, но я тебе его не подарил. Я тебе свой подарок тоже не подарил. Ой, господи, я знаю твои подарки. Мой подарок 400 тысяч раз. 400 миллионов, миллиардов, 100 миллионов, 100 миллионов. Тысяча раз лучше, чем твой. Ну, он не лучше, чем мой. Лучше. Спорим. Леня! Что Леня? Легко, твой брат будет свидетелем твоего позора. Мой брат будет свидетелем моего... твоего позора. Легко. Давай спорим, хорошо. Значит, если вы иди я, то я месяц... нет, два месяца езжу на твоей... на моей... на нашей машине. Блин, у нас не три машины. У нас только два. Одна машина моя и... Она будет моя. Ну хорошо, я рискую легко. Знаешь почему? Потому что я уверен в своей победе. Ой, ты сейчас... Ты сейчас жалеть будешь. Подожди. Что получаю я, если я выигрываю? А что хочешь? А давай, вот так. А все, что хочешь. Ты говорила, в сентябре приезжает мама? Да. В сентябре не будет. У нас сразу наступит октябрь. А точнее так, ты можешь провести весь сентябрь с мамой в гостинице. За свои собственные деньги, потому что я потратился, по-моему, на очень серьезный подарок. Ну давай. Я не обижусь на это, потому что мне все равно, я все равно выиграю спорт. Ну и хорошо. Давай, давай, давай. Ээээ, я не разбиваюсь уже и семьи. Давай разобьем об стол. Давай о невидимого человека. Спасибо вам. Давай. Все, готовь. Вверх. Давай. Начинаем с тебя. С меня. Опустим тебя сначала вниз, а потом поднимем меня вверх. Хорошо. Если это колечко, это не романтично, это уже пройденный этап. И не дай бог ты не угадал с размером, Йоня. Размер точно тебе понравился. Я просил самый большой. Дорогая Катя, в этот знаменательный день... Розы я не люблю, я тебе так, на всякий случай. В этот знаменательный день я и Арнольд... Не пою мне дать. Нет, дарю я, но Арнольд участвует. Дело в том, что я ровно до 12 часов купил тебе Арнольда. Делай с ним что хочешь. Можешь, как мне, пилить мозг. Можешь заставить его наконец-то сделать ремонт. А можешь по прямому назначению. Прошу прощения, размер был для ремонта. Ахахахаха... Менчальный, что ей в голову придет. Смотреть будешь? Ахахаха... Его уже не вернешь. Ахаха... Я в том, что я не брат. Он не брат. Леня, это то, что я подумал? Я купил тебе экскорт услуги. Их нанял. Я нанял! Я наниматель! Пригласил! Я пригласил, ты говорила, что я не деловой. Вы пригласите. Леонечка! Что? Ну ты самый лучший муж на свете! Красивый, но до 12, а потом его лицо превратится в тыкву. Можно. Всё, что хочу? Всё, что хотите, кроме ремонта. Ну не при мне. А можно я сфотографирую? Кого? Ну подай. Да делай с ним что хочешь. Ой, спасибо. Ты хочешь сфотографировать его со мной? Нет. А я ему голову потом сфотографирую. Ты что, всё-таки хочешь это делать? Нет, ну я, нет. Ну хорошо, правильно, молодец. Я для того и купил. А, нанял. Нанял. Нет, Лёнь, я не буду. Да мне всё равно. Я постараюсь. Я постараюсь. А, конечно. Ладно, я тогда... А, нет, стой. Куда я пойду? Давай показывай свой подарок. Кстати. Мой подарок... Арнольд, вы садитесь. Вы, на самом деле, не испортите. Стоп. Что-то я сейчас принесу. Ладно, нормально? Ничего себе. В прошлый раз, правда, тоже хороший подарок. Тогда сиди у самого я, что-то это я подарил. И тоже не маленький. Да. Или у тебя про слонёнку? Нет, слонёнку это я подарил. А. А она мне что подарила? А. А она мне что подарила? Я не знаю, что это… Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас с вами стоят на площадь. Однако... Прости, если не сложно. Ага. Что ага? Это что, в смысле ага? Подожди, это в смысле то, что я думаю? Два часа, если ты правильно думаешь, то да. Два часа. Бери. Вы зажарь полочки? Нет, мы не знакомы. Но, как странно, у супругов сводятся мысли. Так, ну смотри, всё, как ты хотела. Похоже на Николь Кидман. Рыжий волок. Только на 20 лет наложит. И сделает всё, что ты захочешь. Ну ладно, всё. Серьёзно, вы умеете делать массаж ступни? Всё, не за что платят. А я что, я может быть всё хочу. Николь, да? Я Брюс, это Арнольд. Екатерина Виктора Арнольд. Ну одно имя. У неё ненормальное имя. Ну, ну как, тебе нравится? Эм, да. А чё такое? Чё ты дешевишь-то? Я до 12, а она только два часа. Эконом. Класс. Ну ты и за два часа не знаешь, что здесь делать. Ничего. Я буду по одному и тому же кругу. Ну и не пугайтесь, не горе, вы минут на 10 в максимум. Говорите. Зато эти 10 минут вы не забудете ни за что. Это точно. Время уже идёт. Время уже идёт. Время уже идёт. Уже? Пошло? Я не готов. Дело в том, что моё время началось, когда я зашёл. Так, подождите. До 12, да я понимаю. Да? Так давайте, всё, поехали. Так, давайте. У меня идея. Соединим подарки. Поздравляю тебя. Я же прошу так. Что? А я хочу увидеть, что он будет... То есть ты что будешь делать с подарком? Ты будешь видеть, что я делаю с подарком? Пойдёмте. Что? Мне просто интересно. Как вы собираетесь определить, кто выиграл в споре? Я выиграл в споре. Я выиграл. Нет, у меня красивее подарок. У тебя красивее? У меня мужественный нить. А у меня женственный нить. Ну и собирай, я возьму его. Хотя нет, подушать я всегда успею. Я шучу. Я беру её, а потом его. Если он тебе не нравится. Нет, мне очень нравится твой подарок. Спасибо тебе. Ну и всё. Ну и всё. Спасибо тебе. Боже, я когда расскажу девчонкам, они с ума сойдут. А ты точно не будешь ревновать? Нет. 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 Говорит вообще. Здрасте. Привет. Бантик такой замечательный. Я подарю. Да, я подарю. Да, я подарю. Не сообразите. Да, я вообще. Ну идёмте. И я предлагаю так. Значит там в спальне вот это, это когда я наказан, поэтому я здесь. А в спальне у меня огромный просто сексодом. Так что давайте, ребятушки, поехали, бокалы, отлично. И идём отведем. А они пусть здесь побудут. Почему? Почему? Идёмте все вместе. Нет. Почему? Я тоже... Догоняйте. Я разрываю. Я хочу и смотреть, и делать. Ну слушай, мне это и делать, и делать. Не слушай. Экосекшн революшн. Ты иди по жизни смело. Ты кому какое дело. Кто тебе посмель и нужен? Экосекшн революшн. Экосекшн революшн. Возвраты нет перемен, Время и южные колен, Но ты насилий всегда. Я пойду налево, Ты пойдёшь направо, Оборвётся небо в счастье, Соколая нить. Всё, что было с нами, Это незабавно, Это было наше время, Под названием жизнь. Это было наше время, Под названием жизнь. Что такое? Как-то не... Нехорошее. А! Не выдерживаешь ты современные темпы, ритмы, виды. Я вообще не понимаю, как так можно. Да. Нет, это... Это... Я... Я... К чему эти изыски и так далее? Как-то вот... Скажи, вот как-то раз придумала матушка природа, Как-то скромненько. Да. Зачем вот это всё? Я растерялся, понимаешь? И не то чтобы... Не то чтобы... Не могу с ней, Ну просто это... Я не могу так. Я не могу, когда голова где-то упала. Да это ужас. Я хочу смотреть на неё, а... И ты думаешь, вместо того, чтобы думать, как сделать приятно себе и партнёру, Ты думаешь о том, чтобы не упасть? Да нет. Ты думаешь о том, сколько бабла выдашь. А ещё я думаю, что, блин, ты права, надо делать ремонт. Я лежал, у нас над головой такое жёлтое пятно, эти разводы, блин, это кошмар. Ну, Лёня, ну какой ремонт? Мы же все деньги потратили, а море? Море. Вот если дотянуть, море сверху, блин, появится. А что у них там такое, я не понимаю? Там же у них тоже спальня. Что это, разводы? Может, у них водная кровать? Блин. Ну, Лёня, ну... На море? Не знаю, Даша. Ты знаешь, я вот так скажу, что мне с тобой нравится больше, чем вот это всё. Правда? 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 Ну, конечно. Не-е-е-е. Ну, вот эту позу, которую она вначале, вот когда же только... Ты не сможешь. Ну, Лёня. Не-не-не. Ну-ка, я-я-я... Тогда нам растяжка нужна, поймите. Мы начнём тебя растягивать, что-то порвём. Да, конечно. Всё равно, вот только я же хотела, чтобы что-то новенькое. То у нас всё одно и то же, одно и то же. Я даже знаю, что будет через пять секунд. Слушай, я тебя не смогу после того, что какую... Я буду комплексовать. Чего? Ой, нет! Да что нет, это, блин, это булава какая-то. А может, это больно, Лёнь? У тебя очень идеальный размер. Как он ходит. А знаешь, как он в неё входит, что она при этом... Какую боль она при этом испытывает. Правда? Да. Ладно. Вот это ты такой хорошенький, такой маленький, такой отличный. Всё-всё очень красиво. Очень-очень красиво. Смотришь, и сразу хочется. Мало золотых до дома. Да, да, да. Или там... Мало хлоптова не уйдешь. Я... Дико извиняюсь. Большой Билл! Простите, что я прерываю ваши игры, врач. Да, ну мы, знаете ли, решили тайм-аут. Я прошу, я понимаю, я быстро очень, я долго не могу. Брюс, ты не мог бы, Лёня, рассчитаться со мной вперёд? Ага. Дело в том, что там не все услуги оплачены. Ага. Не all inclusive. Ага. Экономная ты моя! Лёня, я вычёркивала всё, что ты точно не захочешь. Что? Вы это будете делать? Я уже начал. Ага, понимаю. Ну, вообщем. Ну, давайте, успехов вам. Спасибо. Какая-то идиотская ситуация. Ну что, заплатили, чтобы чужие чуваки там это... Чуваки! Подарки! Ну, подарки. Блин, это мой подарок. Сейчас будет иметь твой подарок. Который мой подарок. Да что? За наши деньги, которым уже было взять и лимон... Да! И лимон будет поедать. Давай их сейчас заставим сделать ремонт. Пусть сделают вот эти свои дела и побелятся одно. А ещё давай... Хотя мы просто посмотрим. Вдох пригодится. Посмотрим, блин. Мы снимем. Давай. Да! Вдох поедать. Все. Держичь. Вдох я. И все. 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 Держа Все. 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 Да! Не надо меня дразнить! Честно, а там еще и зал Венеция называется. И там только в полу проделаны каналы, и по ним плавают эти гондолы. С гондолами вокруг тебя, а ты играешь в них там вон. У нас сейчас, не то чтобы у нас нет игровых автоматов, у нас нет игровой индустрии. Чтобы прийти поиграть в автоматы, это нужно знать нужную дверцу, постучать в тебя, там камера, тебя должны знать в лицо, я должен туда кто-то привезти. Это такая тонкая система, что на самом деле, если ты даже придешь поиграть в автоматы, тебе там неинтересно, потому что они ни за что не отвечают. Раньше, когда государство контролировало, у них какие-то проценты выдачи было. А так сейчас тебя просто отбирает деньги за то, что ты как наркоман сидишь на игре. Я придумала, я тебя туда свожу. Прошу тебя, тебе нужно туда попасть. Лас-Вегас, это твоя стихия. Тебе нужно там, клянусь. Алиса, мне и дома хорошо. Ну что и дома хорошо, я помогу тебе. Честно, билеты, проживание, все, ну вообще без проблем. Слушай, чего ты приперлась, а? Спасибо тебе. Пять лет сидела в своей померике, приехала в город. Какой теплый прием. Нет, я рад тебя видеть, но давай конкретно, я тебя слишком хорошо знаю. Ну что, мне маме 60 лет, я имею право поздравить родителя. Имеешь. Вот. Поздравил. Я, кстати. Вот мы с тобой расстались, а я только принято никогда не забывал. Всегда поздравлял с днем рождения. То есть я вот... Блин, спасибо. Вот честно, спасибо. Вот какой бывший еще так делаю? Ни один. Поздравлять несуществующую тещу. Мама с папой тебя всегда любили. Всегда всех ненавидели, а тебя одного любили. Вот клянусь тебя. Хотя, наверное, зря, но все равно. Это было здорово. Я слышал эту шпильку, я ее пропущу. Ааа, нет. Ну вот что ты так... Чего приехала? Ну ты же... Скучал. Не-е-е-ет. Я страдал. Да, да. Вообще было такое ощущение, знаешь... Вот я когда уехала, я так... Вот знаешь, вот скучать, это как бы мечтать о том, что с этим человеком что-то может получиться. А я уже когда-то уезжал, я понимал, что учить получится. У меня все время глючило. Я все время... Вот знаешь, что тебя нет в этом городе, да? А иду по городу, и все время, кажется, что я сейчас тебя встречу. Вот маршрутка проехала. Думаю, а, вот ты там едешь. Вот смотрю, вроде кажется, что ты. Я просто не знаю, что ты вернулась. Или иду по улице, да? На другой стороне девушка, вот в каком-то платье похожем на твое. Я смотрю, это ты. И перехожу в эту сторону. А это не ты. И я вот такое ощущение, что я все время... Я домой прихожу. Знаю, что у тебя у меня дома нет. А дверь вот сквозняком потянет, и мне кажется, что ты сейчас в кухне зайдешь и спросишь, что ты будешь навечивать. Вот это ощущение идиотское, когда ты любишь человека так, что ты его везде видишь. Я глаза закрываю, и все равно тебя видел. И так меня месяца три разрывало, понимаешь? Что просто было, блин, мрачно. Знаешь, даже не любовь такая богатая, а зависимая. Такая физиологическая зависимость от человека. Что ж ты такой умный меня отпустил тогда? А я не отпустил. Опыль? Опыль. То есть это я сама, сама приняла решение, никого не спросив, ни разу не спросив, да? И уехала. А мне нравится женский поход к вопросу. Это называется, ты спросила, дорогой, мне предложили замечательный контракт в Америке на два года? Я туда поеду? Это вот я туда поеду? Там была точка и не вопросительный знак. Там был вопросительный знак, ты просто его не прочитал. А ты просто его не нарисовал. Надо быть жестом, чтобы я понял, что ты спрашиваешь. Ну я же женщина, ты должен чувствовать такие вещи. Нет, дорогая моя, констатировала факт, что я уезжаю. А я что, должен был сказать нет? Вообще-то я обо мне подумал. Солнце, извини, никогда не лишай человека свободы выбора. Это и есть он сам. Я дала тебе свободу выбора? В чем твоя свобода выбора? Свободу выбора ты мне дала бы в том случае, если бы ты, знаешь, сказала так, любимый, что тебе навечет? А сама даже не заикнулась на то, что у тебя есть контракт в Америку, сказала бы, не хочу, и даже бы меня не спрашивала. Офигенная свобода выбора! И после этого я эгоистка, да? Ну супер вообще, зашибись! Нет, Заяц, ну ты, конечно, мне всегда поражала эту баню. Вот честно, я, я Афиева, я, боже мой, я стояла в этом, в этом аэропорте, аэропорту, как он чёрт возьми называется? Я стояла в нём! И вот я стояла... Называется Борисполь. Так, на всякий случай. Вдруг ты забыла своё вздат, да издеваешься. Хорошо. И я стою на паспортном контроле, и вот я сейчас реально, не знаешь, как голливудские фильмы, я такая стояла, думаю, сейчас он там, знаете... Алиса! Я поворачиваюсь к тебе и вижу, что ты тут. Я бросаюсь тебя на плечи. Ты же не уезжай, пожалуйста, молодежь, пожалуйста, это самый важный человек в моей жизни, не уезжай, пожалуйста! Я говорю, конечно же, я не уеду, милая, я тоже люблю тебя. Не сложилось как-то? Паспортный контроль прошла, второй прошла, в ворота зашла, в самолёт села, и я думаю, ого! А тут ты думал, что отец с самолётом? Ну да! Я думаю, что это круто, ты сейчас думаешь, потому что террористам приходят, думаю, класс, вот он меня любит. Потом, когда уже оказалось... В воздухе? Да, поняла, что не хрена. А я стоял в аэропорту... И смотрел, как ты проходишь сначала, да, то есть это чемоданный таможенный контроль, ну, всю эту херню. Смотрел сначала, потом и так с каждым разом сдвигался. Ты дальше и я так дальше. Ты дальше, я дальше. Дальше стоит этот чувак, говорит, вы куда, я говорю, у меня девушка улетает навсегда. Он посмотрел на меня, и, знаешь, вот он не должен допускать, а я стою, плачу, у меня слёзы текут, он... Вот по-мужски пропустил меня. Смотрю, как ты в дьюти-фри зашла. Блин, купила большую бутылку водки. А что мне ещё было делать в этом самолёте, если ты меня не снимешь? Нет. А тебе нужно было просто выйти покурить, хотя бы выйти. Вот и когда я стоял там на улице... Я не курила тогда! Чёрт! А так я бы подошёл, если бы я понял, что ты хочешь, но ты так убедительно двигалась отсюда, что мне не хотелось тебя останавливать. Да вообще можно было набрать на телефон. Прости, ты где? Я бы сказал, а я на тебя смотрю. Ты бы повернулась... И вот дальше было всё по-другому. Ну, с другой стороны. Я тебя привезла к большему брату. А-а-а, так вот и что вернулась. Ну, не вернулась я не по этому, это и к тебе зашла. Сколько? Ну, я просто подумала, что... Ну, нехорошо, что он у меня, потому что он у нас... Мне... Оролу дорого стоило по тем временам. Я прекрасно знаю. Да, тогда у меня это было дорого. Вот. И поэтому правильнее будет, если... Себе остаться. А что я сейчас с ним буду делать? А я что с ним буду делать? О, я подцеплю его на ключи в виде брелка. Правда, моя жена будет против. Ну, да. Ей, по-моему, не понравится, если бы я... Твоё кольцо... Вот моему мужу это тоже не очень приятно было найти у меня. Ну, кстати, вот заметь. А вот если бы... Если бы я это здесь оставил... Что бы было? Была бы банальная жизнь, да? У нас там... Да, банальная у нас. А так? Ты познакомила с Лань. Ты вышла замуж. Я смотрел в интернете, ваши фотки со С Вань. О, это было так пижонисто. Гламур. Ну так, да. Ему... Сколько? 72. 72. Тебе... 22. 22. Он... Красавчик-миллиардер. Нет, честно говорю, 72, он красавчик. Реально, я так понимаю, там работает толпа этих самых... Всяких тренировок и... Значит так. Что? На этом месте давай остановимся. И не будем ничего говорить об этом человеке. Чё это? Чё это? А чё не будем? Я щас... Вот я щас не нужно этого делать. Тебе клянусь, не нужно. Это... Буржуй, блин. Женилась на бабле, а что нет? Не смей. Никогда не смей такого про меня говорить. Я женилась. Я вышла замуж. Я вышла замуж за этого человека, потому что я его люблю. Стоп. Стоп. Вот давай, давай. Вот сядь. Вот нормально. Нормальный, честный ответ. Честный ответ. Ты не знаешь. Я ничего не знаю. И не хочу. И молодец. И спасибо. Давай задам вопрос по-простому. А давай. Представь себе, вот такой же старпёр 72-х лет. Даже такой же внешности. Такой же подтянутый, сухопарый, сжатый. Не дал мне толстобрюхи в рот. Хорошо. Но! Фермер из Айовы. Забираем у него и я его вот эти вот миллиарды. И ты вышла бы за него замуж, а? А ты, милый мой, задаёшь очень легальный вопрос. В чем его ошибка? Объясняю. Видишь ли? 72-х летний фермер из Айовы и мой Ларя. Это два разных человека. Потому что поверь мне. Он родился в одной неблагополучной семье. Он полдетства шарился по сиротским приютам. У него ни хрена не было. Все, чего он добился, он добился сам. Все, что он имеет, было для него самому. Это только такой человек, которого я могла влюбиться и за которого я могла выйти замуж. А вот правильным вопросом был бы вопрос. Скажи мне, а если сейчас твой суховарый 72-летний Ларин потеряет все сведения, что ты сделаешь? Я бы тебе ответила, что я бы осталась с ними, а что бы ни случилось. Я не иронизирую, я иронизирую. Знаешь, может быть. Может быть. Я даже вот готов поверить в то, что такая любовь бывает. И даже понимаю, что прожив какое-то время с человеком, ты его любишь. Я его люблю не за его деньги. Я люблю его за то, как он смотрит на меня по утрам. Он же прекрасно знает, что его люди осталось гораздо меньше, чем мне. Он же знает это, поверь мне. Ну да. Он же... Ты будешь, Боже мой! Ты никогда не умел так ухаживать, как это делает он. И дело не в деньгах. Да. В опыте. В семидесят я буду ведь ухаживать. Только ухаживать будет уже. Но ухаживать надо будет за мной. Понимаешь? Да. Да. А тебе тоже грех жаловаться. Ты жена, то все все благополучно. Да. Да. У меня хорошая, красивая... Красивая, приятная, умница жена. Красивая или очень красивая? Очень. Очень-очень. 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 Ну и... И... Что? Нет, у меня... Просто мне интересно, вот она у тебя очень-очень красивая. У нее, наверное, тоже очень-очень красивое плицо. А вот мне интересно, тебя от нее на части в ее так же, как от меня? Нет. Понимаешь, это вот... Любовь же не бывает. Все думают, что любовь, это вот не очень-очень такое конкретное одно. Каждый человек получает свою разную порцию любви. Вот одного человека любишь по-своему. Вот у меня с ней все спокойно. Я, кстати, там очень выдержанный, очень... То есть, ну, у меня с ней как-то уютно. И даже если, ну, как-то по-другому. Какая-то вот любовь такая... Ну, такая адекватная. А с тобой это была любовь клиника. Любовь не адекват. Это... Что? 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 Я вспомню тебе. Звонит. Звонит. Это мне чудо. Когда? Да. Когда ты мне позвонила и сказала, что ты убила соседку, которая... Что? Ой, у меня были ПМС. Мне было очень плохо. Мне было реально нужно, чтобы ты приехал. Я не знала. Я убила свою соседку, которая зашла за солью. Приедь, пожалуйста. Приедь. Причем с такой степенью веры, что я поверил. Да? А ты был такой милый. С этой пензапилой. Ты представляешь, у меня как, в принципе, у адекватного человека даже мысль не возникла, что можно поступить по-другому. Я был готов ее расчленить, паковать пакеты мусора, положить в багажник и выкинуть в реку. Ну, я б с вещами не так весело, как со мной. Я б похотался. Солнышко, я тебя давно помню. Я даже не знаю, а помню. Я тебя всегда буду помнить. Че ты приехала, а? Колечко зачеркнуло, как отмазка прокатывает. А реально. То есть, переходим на серьезные теми. Да, переходим. До этого у нас было очень весело. Не грустно уж. Ну, значит, смотри. Ларит человек в возрасте. Более чем. Более чем. Но, учитывая то, как он относится к себе, к своему здоровью, и учитывая его деньги и наличие уровня медицины. Сокращаем. Секс у нас есть. И очень хороший, поверь мне. Другой вопрос, что с потомством проблемы. Понимаешь, я... Ну, как тебе сказать, я могу, конечно, вот это вот... Банк спит. Я представляю себе, что чувак пришел за деньги. Вот это вот... Я говорю, не хочу. Реально, не хочу. Поэтому, это все с разрешения, официально утверждено, как в пустой форме, конечно же, мне позволили. Я бы хотела, чтобы ты мне помог заберементироваться. Но тебе-то что, послушайте? У нас же уже было-было. То есть, ты знаешь, что будет качественный процесс. Сбирайте прочего результата. Я тоже, в свою очередь, не сомневаюсь. То есть, я же знаю тебя. У тебя офигительные гены. Ты хорош собой. Был. Ты тут проспитал свой потенциал. Вот и твои проблемы. Но ты ум... Возбуждай меня дальше. Ты очень умный и наладливый человек. Я знаю, что таких как ты очень мало. У тебя голубые глаза. Черные волки. Уже сиды. Вот. Нет. Это сегодня не работает. Ты тогда пять лет в магазине. Я мог купить новую шмотку. Это несовместимые вещи. На. Ну давай, по честному. Давай. Ну ты же меня хочешь? Я? Тебя? Нет. Значит, нет. Так? Нет, не хочу. У тебя такое раздутое самомнение. Я помню наш сайт. Это не самомнение. Это реальное. Так, пять лет прошло. Кто ты думаешь? И ты меня не хочешь? Да, рассосалось все. Хорошо. Остается как бы признать своего поражения. Да. Предатель. Я нет. Он? Да. Мы не будем это смешивать. У меня есть для тебя стены. Какое? Десять штук. Чего? Ну ты обижаешь меня, что ли? Зеленых денег. Двадцать. О-о-о. Хорошо. Дридцать. У-у-у. Сорок. Пятьдесят. Извините. Просто тупо интересно. Где тут предел, на котором ты остановишься? То есть я, конечно, нет, но просто интересно. Предел где-то есть? Ну, я жертвопатый человек. Я не собираюсь спросить на миллионы. Конечно же, предел есть. И где он был? Был. Уже. Если тебя это интересует. Слушай, ну, Маска, ну я не понимаю. Ну что, тебе жалко, ты меня пару капель? Да, ну, пару капель... Солнышко моё, Алисско. Ну, мне не жалко пару капель. Ну, я не хочу с тобой заниматься сексом. Не хочу изменять своих женей. Ну. Ну, я предполагала нечто подобное. Поэтому... Не надо ловить меня на слове. Я уже поймал себе на слове. Что ж, действительно так это надо? Да. А если я промахнусь? Ну, ты же у меня метки. Прицеливайся и стреляй. Ну, нет, знаю. Может, это будет не быстро. Я подожду, я располагаю время. Жди. Наш город пахнет любовью. Наш город, как новобранец. Я не хочу у меня. Я не хочу у меня. Я не хочу у меня. Наш город, как новобранец. А я работал не на удовольствие, а на результат. Я тебя не ждал, что я виноват, что у меня только йогурт. Мне нечего тебя без меня. Ну, надо было готовиться. Что я могу сделать? Я готовилась, к примеру. Слушай, тебе что, действительно, так нужно? Ну, реально, тебе это так нужно, и это нужно именно от меня? Я тебя прошу, пожалуйста, если ты когда-нибудь меня любим, во-первых, больше не задавай мне этот вопрос, а во-вторых, просто, пожалуйста. Иди на карьеру, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВИТАЙМО, ДРУЖА, ТАЕМНЫЙ ШПЕГУН! ТЫ УТРИМАВ СПРАВШНИЙ ШПЕГУНСКИЙ БРАСЛЕТ С ВМОНТОВАНЫМ ШПЕГУНСКИМ ЛИФТАРИКОМ! ВИТПРАВЩИЕ ПЯЧ-ТРИ ВХОДИ В СОКУ КАПРОЗОНУЮ! Коля, В ЧЕМ ДЕЛОТЬ? ОНИ ЖТО МНЯ КАК ЛАЖКА КАКОГО-ТО ДЕРЖАТ? Ну, КТО Я? ДА Я УЖЕ ШЕСТЬ ОСТРАВЛА! ДИСКАЙ, ЧТО ТАКЕЛО? ШТРИВХОДИВ! СКОКО УЖЕ? ШЕСТЬ! ДА, ЗА ШОК! ДА, ДЕДУМАЙ ОБРАННО! СЕРЬЕЗ, ОТКРАСИ МЕНЯ! ДАВАЙ! ДАВАЙ! ЧЕГО МЫ? НЕ НАДО! О, БУШЬ БАРБАРИСКУ! ДА, КОНЕЧНО, СПАСИБО! ДА, КОНЕЧНО, СПАСИБО! БАРБАРИСЕЧКУ ЧЕСЬ! ЧЕВЕР, ОБРАРИСКУ ЧЕСЬ! У БАРБАРИСЕЧКУ ЧЕСЬ! У БАРБАРИСЕЧУ? СМЕХ СМЕХ ОНАБУЛА ОДНА, Я ДУМАЛА, ТЫ ПОДЕЛИШЬСЯ! СМЕХ ДА, СА! Извини, я куплю себе вагон. Подожди, Коля, ты точно хочешь? Ну, ты хочешь, чтобы мы... Да, подожди, секунду. Это был мой туфель, ну. Что значит, я точно хочу? Ну, не знаю. Нет, подожди, что это значит? А не видно, что я хочу? Я тебе расскажу одну историю. Я когда прихожу в магазин. Так? Там прилавок, да? Да. Кстати, подальщица. Смотрит на меня глазами за ключом. И говорит мне, что вы хотите? Я думаю, ва, действительно, что я хочу-то от жизни? Когда я стремлюсь, так сказать. Чего я желаю? Короче, сегодня я понял, что хочу тебя. Да? Коля, ты знаешь, что такое совпадение? Я вообще до последнего отказывалась быть свидетельницей. Но потом я уже поняла, что я твой последний шанс. Ой, извини, я просто... Говори, что хочешь. Я как представлю, что кто-то другой мог быть на моем месте. Так прямо ух, у меня горючись. А кто другой мог быть на твоем месте? Так кто угодно. Ну, например, Света такая в леопардовом пошлом пиджаке, в бежевом платье. О, это Света. В смысле? Я говорю, это Света. Ха-ха-ха, вот это Света. Да не, гони, Даша. Серьезно. Я всегда хотел только тебя. Коля, мы познакомились только позавчера вечером. Скажи, время бежит, да? Ладно, Коль. Была не была, сколько ты в жизни, правда? Да, у меня глаза не такое, чем предупредить. Что? Что, такие красивые глаза? Забудь. Не серьезно, если что-то надо, то ты мне скажи. Вдруг, мол, там что-то такое. Не знаю, Коля, вдруг ты не заметишь, что лучше не предупреждать. Давай, давай, говори. Да. Давай, Коля. Коля, дело в том, что у меня, ну, вдруг, может стать голос немного другим. Пластика и даже взгляд. Немного другим. Шлифтка, да, поменяй, от чего, от чего это он? Ой, извини, если что-то случится, то это не я. А кто это, я или кто? А, Николь. Что? Ее зовут Шарлотта. Кого зовут Дэн Шарлотта? Кого зовут? А, ее. Шарлотта. Да, это не ты, это Шарлотта. Да, другая девочка делает плохие вещи, да, да, конечно. Коля, Шарлотта, Шарлотта тебе сразу же понравится, как только к нам придет. Шарлотта это такая знойная, былкая, страстная женщина, которая может за пять минут зависать в такую дружбу, которая тебе даже не снилась. Ты же мне даже не снилась. Слушай, а в остальном ты точно здорова? Ну, то есть, в смысле, я имею ввиду, ну, ну, нет, ты, Даш, не обижайся. Может, там какие-то факты, которые мне надо знать о тебе. Может, ты прилетела с Андромедой, чтобы наших мужчин туда исследовать мозг, нет? Может, ты, может, ты оборотень в помаде, нет? Тоней коллекционируешь. Ну, любая мелочь, которая, нет, видишь, как идеально мы подходим. Коля, эээ... Даша, она уже мятая, она уже мятая, помялась без тебя. Давай без этих, я тебя прошу, мало времени. Я ничего не вижу. Хорошо, Коль, я просто... У меня какое-то противоречие в голове. Какое? А вдруг это знак, эта змейка? Вдруг это знак, что нам не надо уж это делать? Вот, как тебе такой знак? Ты кто здесь? Быстро отвечай, я это время. Ты кто? Да, моя юродная сестра. Да, да, нет, нет, ты свидетель. И я свидетель. Ты свидетель, я свидетель. Есть жених, есть невеста. У них есть горько для жениха и невесты. Есть горько для жениха, для свидетелей. Идите еще, вспомнила. Да, есть брачная ночь для жениха, невесты и должна быть брачная ночь. Ну, брачная 7 секунд. Можно и так, ой, 7 минут. Хорошо, 7 секунд я должна... 7 секунд нет, нет, маловатенько, не успеем, но времени мало. Ладно, хорошо. Хорошо. Ну? Что? Хорошо. Прости, Коля. Есть одно особое обстоятельство. Я тебя не предупредила. Великолепно, только... Боже мой! Только не говори, что оно у тебя сегодня. Это особое обстоятельство. О, нет, нет, Коля. Оно у меня всегда. Ну, в каком смысле, подожди? Ну, в таком, у меня уже 2 года. 2 года? 2 года, понимаешь? Он прицепился ко мне, как пияж, как кайта. У меня храбрости не хватает, его бросил. Кто? Петюня. А, у тебя есть... Хо-хо-хо! У тебя другой. О, это проблема, да. Блин, как не... Хорошо получилось, да? Прости, ты падшие женщины. Прости, ты падшие женщины. Мы все падшие. Я никогда не изменяла. Это очень сложно, но когда ты должен быть первым, да. Слушай, Коля, почему ты... Ты прав. Ничего у нас не получится. Я пойду заступляю. Я прав? Я не прав. Я такого не говорил. Хорошо, ладно, я скажу тебе. У меня тоже есть девушка. Да, но я ее не люблю. Да, вот. Коля, зачем ты мне сейчас на все говоришь? Ты думаешь, что-то как-то мне уверенности прибавит, что ты ее не любишь? Не, ну, конечно, немного легче, но... Тупо? Нет, время. Они ждут нас, они ждут, они уже рычат. Они рано или поздно придут сюда, а мы не успели ничего. Понимаешь, есть время, как бы, ну, собирать камни, есть время раскидывать камни, есть время для... Да, 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 да. Подожди, ты предлагаешь их кинуть сейчас? Гуд айдея. Прикольно, да, вот неожиданно так. А чего это они? Знаешь, Коля, серьезно, вот мне бы как-то не хотелось, что если ты в очередной раз попадешь через несколько лет с какой-то какой-то пипеткой, понимаешь, когда мы уже будем вместе, чтобы у вас бы чего-то найти нам расстояние фразы из Библии в подобном контексте. Я не ловил суть, ты сказала, ты сказала, подожди, не стой, ты сказала, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-б Ну, в смысле, я как бы «Ой, ты знаешь, так прикольно, да?» То есть не то, что этого не может быть, это вполне... Да, конечно. Мы будем вместе Мы в шлюпке С одного корабля Ля-ля Ля-ля-ля Коля! Коля! Да! Я! Ты монстр! Я такой! Коль, скажи, мы прекрасно с тобой ссоримся! Офигитительно! Очень классно ссориться! Я серьезно, Коль, ты знаешь, Коленька, это так откровенно, когда с малознакомым человеком тебе совсем не стыдно, понимаешь? Да! Можешь говорить какую-то вересину! Верес, верес, да! Я так рада нашей встрече, Коля! Очень рада! Даш, Даш, послушай меня! Та же херня! Я раньше не верил в любовь с первого взгляда А теперь? Теперь я не верю своему счастью А ты? А... А я... Что? А я люблю лошадей! Окей! Это что-то значит? Мне быть как коником, нет? А ты же первый начал говорить о лошадях! Как бы я... А теоретически! Ой, мамочки! Хорошо, давай, выслушаем про лошадей, да Не, Коль, Коль, это про лошадей, серьезно, ты знаешь? Я понял, очень серьезно, да Я даже когда-то ходила на ипподром, чтобы устраиваться там работать Скажи, интересно, класс! Супер! Я даже ходила на собеседование Я помню, мы стоим на собеседовании Ты знаешь, работодатель стоит А тут коняка Я так разговариваю с Романом Да, да, я очень ответственная А сама смотрю на эти коняки И ей так... Мам, конечно, я все записываю на ум Сама радостная такая А потом... Туда, сюда В общем, не работаю, я на ипподроме Оля И тебя это беспокоит, я вижу, да? Хорошо, ладно, чего Понимаешь, ты немножко непонятненько объясняешь Я, конечно, туповат Понимаю Все-таки мы в экстремальной ситуации Ты и другой человек общаются Оля, я очень хотела работать Думала, буду им гривны, часа, тех лошадан Навоз, да, убирай Навоз это сложная работа, ее мальчики выполняют И тут стою с работодателем вообще В общем, у них хвосты большие Не хвосты большие, да? Сейчас, это что-то должно значить Ну не совсем хвосты, Коля Ну да, большие Коля, ты представляешь, насколько Я стою А коня-то У меня на глазах Мальчиком стало Причем, как чем больше Я замню Она все мальчиковеет Совсем пацан Коля Коля, он был настолько огромный, что он во взгляде не помещался Нет! Мне нужно было голову на 180 градусов Убежала я тогда, только пятки засверхали Так стыдно, стыдно, Коля, так стыдно Не надо, не надо этого стыдиться Это природа Большая его природа Природа Чего не стыдиться? Чего? Чего стыдиться? Да Коля, я возбуждаю коней Не столько коней, Даша Не фокус, ты много пробовал Я понял, я понял, сейчас, я быстро разберусь Ааа, конячая трава Штатата, Шарлотта Всё, проблема, мы поведём тебя в зоопарк Мы вылечим, так сказать, твою фобию и всё будет хорошо Да? Коля, Шарлотта, ты знаешь, Шарлотта какая? Шарлотта, она всю жизнь мечтала иметь мужа Жакея. А Жакеи-то такие мальчики-сувенирчики, ножки такие в длину сапожки. И она все думала, вот пойдет на скачки, где бегают кони по кругу, как песня Макаревича. А только один, он не по кругу, а через ограду. И Шарлотту под мышку, и куда-нибудь в лес, в Тулу, кушают тульские пряники. Можно один вопросик? Один, всего один. Пожалуйста. Ой, тебе можно все уже. Скажи мне, пожалуйста, а что с вами с женщинами, я медленно говорю, чтобы было понятно, происходит до этого и после, в принципе. То есть, что в голове вдруг такое шпэнк? Или колесики сбиваются, или там маленькая Хиросима сбиваются. В конце концов, даже, почему я, взрослый мужик, тебя боюсь? Не спеши. Коля, у меня после этого уши закладывает. Я понял секрет женской логики, закладывающий уши. Замечательно. Разберемся. Коля, нас еще опоздаем. Получим людей, но опоздаем. Скажи, ты согласен, что нельзя начинать отношения с вранья? Ни в коем случае, убил бы того, кто бы так сказал. Да? Да. Коля, тогда доставай свой мобильный телефон. Нам нужно сделать два звонка, Николай. И ни один из них не в пиццу. А кому будем звонить? Твоей девушке, моему пятюне. Коля, пускай порадуется за нас. Коля, пускай порадуется за нас. Лишь он не тихнул. Дайте-то знаешь куда. Ха-ха. Коля, пускай порадуется за нас. Коля, пускай порадуется за нас. Продолжение следует... 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 Вааа! Второе твое достоинство. А что, еще второе? Да, у тебя их много, конечно. Второе твое достоинство, это то, что на любую мою просьбу, ты говоришь, возьми сколько тебе надо. Блин, ну это же классно! Я не говорю, это достоинство. Вот. Конечно, я говорю, ты подходи и говорю, дорогая, возьми сколько, я же не считаю сколько тебе берешь денег. Я говорю, возьми сколько надо. Даже если это просьба, вынести мусор. один раз договорился нет чисто по-женски будут пилить и вспоминать долго но я же имел ввиду это что это возьми сколько хочешь это относилось не к мусору а денежным знакам надо было взять сколько хочешь денег замечательно она у нас очень четко чтобы не произошло это будет во вторник и в числе это будет быстро вот точно определенное время пол одиннадцатого потом если что ты убегаешь опять на работу а воскресенье это было же а это уже теперь считается для меня жалко нет нет но это нельзя сказать что это было у нас это было у тебя я тебе предложил а ты отказался я это поэтому тут уже вопрос свободы выбора я люблю давать свободу выбора я не стал отказываться зачем я вообще никогда не отказываюсь от тебя уже эти очень люблю солнцем я кицы моя ну в чем ты меня где-то невнимательный ну пожалуйста ты не понимаешь хорошо хорошо только ответь мне где я невнимательный вот конкретно по пунктам нормально вот как и здесь где я не внимательный давай поиграем в другую я уже хотел поиграть в другую просто вылезет ну что ты мне подарил на мой последний день рождения а это типа что где когда хорошо я подарил тебе мобильный телефон с этот самый сенсорный самсунг с двумя симками и смартфон 50 очков гриффиндора в чем я сегодня ночью спала так уточняю в чем ты сегодня ночью спала мася легка на все розовый или в голубой розовый или в голубой какая разница голой я спала сегодня голой а на мой последний день рождения ты мне ничего не говорил потому что он был сегодня ну то есть уже вчера так ешь чё так долго не ложусь спать я так жду тебя сижу здесь засыпаю прямо за столом не поняла я хочу чтобы ты пришла мы там на жгли бы свечи выпили шампанско отметили твой день рождения а ты все ходишь где-то страдаешь одиночеством приди домой и не страдай а давай поиграем в игру нет украшение нет но я куплю я я я виноват я куплю тебе украшение это как бонус хорошо это нижнее белье я куплю тебе нижнее белье я тебе куплю и верхнее белье я все куплю нет это это не подарок это плановая покупка это после нового года все четко но вот это но пока нет я не могу это что же мася это сюрприз да он на работе остался я спешил к тебе поэтому забыл на работе на столе я завтра привезу и ты увидишь ну что я тебе скажу что это я такой же это будет сюрприз ну да не хорошо конечно так он запакованный там бума ленточками ну да так расстроить тем более не сегодня а завтра ожидания подарков а можно я это закажу да смотри я хочу себе такую маленькую ну вот такую крошечную детскую серебряную вилочку отлично серебряную вилочку серебряную вилочку в смысле а зачем зачем я хочу лапшу сушей снимать а вот и работа я не собираюсь брать алло да здравствуйте нет она сейчас не может подойти к телефону да я прошу прощения извините а это вы сегодня с моей женой гуляли по городу в смысле ну не гуляли сидели да а где ага я так понимаю отмечали ее день рождения да а когда а нет что нет я не забыл через три дня да конечно просто я испугался что она раньше времени начал отмечать это плохая да хорошо да 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 значит смотрите лебедева я запомню я запомню она обязательно вот завтра вам перезвонит я передам что вы звонили хорошо да 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 танечка правильно да танечка лебедева все извините танечка да просто знаете подготовка к празднику тут нервная обстановка все пока а куда это мы так собрались поздно на ночь бабушки и дедушки а стариков не жалко будить так поздненько старенький пусть отдохнуть может утром они говорят что они не всегда слушай солнце моё если какие-то проблемы смотри я работаю в двух клиниках государственной и не государственной в одном месте почку взял в другом отдался давай конечно возьмем денежки я тебя очень люблю съездим куда-нибудь там отдохнуть на море хочешь там в тайвалан ты хочешь париж куда-нибудь съездим отдохнем гуся ну я тебя очень люблю ну бывает кризис отношений это ничего не изменит ты знаешь я люблю тебя я понимаю это какая-то своя особенная любовь наверное я ее плохо чувствую и ты знаешь у тебя так много всего в этой жизни я действительно ну да нужна 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 я тебя очень не только что звонила твоя лебедева с которой ты гуляла вот она и сдала она не специально но нет лучших врагов чем бывшие подруги старые им терять нечего новая подруга она еще очень тебе понравится а старая сдает легко понимаешь она случайно это сделала мать ты меня развела я посмеялся я тебе пошутил ты посмеялась ну пойдем куда-нибудь ляжем ну я же но ведь по сути дела ведь наша семейная жизнь она ну немножко напоминает трудовой договор ну какой такой договор ну смотри вот если бы ты нам ну кухарку пощадку и просветку так ты бы не заметил разница да блин на что ты говоришь хорошо иди хорошо иди хорошо ну куда ты там собиралась бабушки к дедушке я не понимаю ну что что тут непонятно а ты же сказала что я тебя не люблю сказала но это же я сказала да но ты меня убедила ты так долго била в одну точку уговаривая меня что я тебя не люблю что в какой-то момент я поверил я поверил я поверил я понял если женщина говорит что я не люблю может быть ей виднее может быть она лучше знает чем я что со моей душой происходит хорошо хорошо но мы разберемся нет а что тут разбираться ты так бьешь упорно понимаете 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 я ведь люблю тебя честно честно говоря люблю да может быть не той любовью как любят в школе в молодости я люблю тебя спокойной любовью да я люблю ходить на работу я люблю быть врачом мне нравится эта профессия когда я туда прихожу там что-то происходит такое для меня важное и за это мне благодарны и финансово и не только финансово но мне там лучше чем дома потому что я прихожу домой у меня какие-то звездные войны вечно неудовлетворение мной что бы я не сделал я уже деньги зарабатываю ладно большинство семей это проблема но вот у нас уверят ты меня не любишь да ты привыкла ко мне тебе со мной удобно мы проросли друг в друга мы привыкли но это не любовь потому что ты наверное мечтала не о таком как я наверное моложе красивее не знаю каком но о каком-то другом и поэтому ты меня себе пилишь 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 блин а я уже не могу знаешь когда люди хорошо друг с дружкой они прощают даже мелочи настоящие отношения строятся на не любви а на уважение а ты не уважаешь меня и твое одиночество знаешь больно но ты уйдешь а мне душа будет болеть это я сейчас говорю а мне уже больно и страшно что ты сейчас уйдешь очень страшно что ты встанешь и уйдешь но надо потому что так я выгоняю тебя я еще как-то может быть помогу тебе найти того кто тебе нужен с кем у тебя будет это счастье а может быть еще у меня а может быть я прожил ну не надо так вот выжимать друг друга до самой странной смерти вечно вечно внутренне ты живешь со мной рядом и думаешь ну это не то что мне нужно не идеально ну ладно потерпим все встаем освобождаем рабочие места или объяснить по пунктам по каким таким пунктам что у нас там было первое кухонка а солнышко респект уважуха я в ресторанах не все могу есть там красиво разложат вкусы кушать не всегда вкусно все что ты готовишь ем с колоссальным удовольствием реально реально честно говоря очень вкусно очень вкусно пятерка пятерка реально эээ что домработница 4 4 4 4 нет квартире чисто убрано все аккуратненько но знаешь придешь уставший после работы да поставишь операцию часов 6 на ногах а то и больше просто снимешь пиджак бросишь его на крест потом уберу шкаф а ты его сразу и на место 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 ну что дальше там у нас а секас ну васечка нет не двойка нет нет единиц ты знаешь ты знаешь ты раньше в постели хоть стонало и это создавало ощущение что тебе нравится а щас добило и на это ну так то есть как бы будешь заниматься не буди и 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 Что, нет? А ты знаешь, спасибо тебе. А я бы не ушла бы просто так. Духу бы не хватило. А тут... Духу бы не хватило. Продолжение следует. Я не хотел. Вы уехали мне, чтобы было очень много цветов. Я стараюсь сходить к твоей маме раз в месяц, пока ты не определишься. Спасибо. Продолжение следует... Если будет сложно, позвони. Продолжение следует... Давай с тобой поговорим... Прости, не знаю, как завод... Нужно открываться другим... Все то, что близко берегут... Ты скажешь все наоборот... Зажигающие люди более выдержанные... Для них это как... Мы как рыба в воде... Пусть поплавают... Вот для меня всегда загадкой было... Когда мужчина и женщина... Больше выматывается же мужчина... Ну, за счет активной позиции... Вот... А когда две женщины... Мне интересно просто... Кто из них быстрее устанет? А у которой... Развит мужское начало... Я... Давно хотел... Спросить Арнольд... Ну как давно? Чекунд десять... Давненько... Как тебя зовут? Станно звучит фраза... Как тебя зовут Арнольд? Да, Станно... Но тем не менее я отвечу... Федор... Федор... Как шалятин... А почему же... А чем тебя не удовлетворяет? Нормально... Федор... Мужское такое... Ну... Ты знаешь... В нашем бизнесе... Немножко... Не очень хорошо звучит... Жеребец Федя... Да... Жеребец Федя... Ничего смешного... Давай поговорим о чем-нибудь... Давай... Время идёт... А скажи... Нигде уже переходить... Скажи... Я не знаю... А у тебя трудовая есть? А ты мастер разговоров... Есть! Серьёзно? Абсолютно! Не... Она в смысле лежит на ферме... Лежит на ферме... А подожди... А как же тебя там именуют... Там... Я не знаю... Шеребец третьего разряда... Менеджер... По продаже... Ну ты не стесняйся... Чего? Ещё что-нибудь спроси... А подожди... А... Параллельный фит... Я такой же сложный... Ясно... Скажи, Федя... Лёня... Плюс... Всемогущий... А... Чем ты на жизнь зарабатываешь? Я с тебя помню... Ты скажешь... Стихи пишу... Там... Что-то... Рисую... Рисую... Нет, не рисую... Музыкант? Физировщик? Нет... Ну... То тем, то тем... Для рекламы пишу... Рекламные слоганы... Иногда... В рифу... Иногда... Если песенка нужна... Ну... В общем... С днём рождения... Поздравляю тоже... Если не надо... В стихах... То пожалуйста... А почитай... Даже... Недавно... Поздравляли... Там... Сосисочную такую... Фабрику... Маленькую... Сосисочную? Сосисочную? Ну не сосисочную... Я... Я... Умираю... Хочу услышать риф... Ах... Как это рядом... Ах... Как это близко... Раз... Сосиска... Слушай... А можно я себе возьму? Ах... Ах... А ты сильно подходит... Ха... Ха... Ну и пожалуйста... Если не обидится... Сосисочная... Африка... Пользуйтесь... Планы... Чтобы не комплексовать... Нет... Для меня то что это... Это так... Калтура... Ну а серьёзное что-то есть? Для вечности? В полот, да... То что... Никому не надо? Ну за то что не стыдно... Есть... Ну вот мне нравится такое... Ну ну... Просто тебе... Должно быть... Близко... Ну не... Опять сосиска? Нет... Два сосиска... Два сосиска... Это ведь тебе так близко... Семь лет назад... Написал... Я ещё... Ну я был одинокий... Щукаки не было... И... Ну такое... Лирическое... Снова хмурый, как небо осеннее... Проституток решаю позвать... Пусть мне вслух почитают Есенина... Проститутки ж умеют читать? Они сделают... Без разъяснения... Секс подобный для них мечта... Ты только представь... Проститутки читают Есенина... То, что он им когда-то читал... Ну... Он не раз я не выдержал критики... Дружбанув кровь... Расквасил лицо... Потому что называл он Есенина нытиком... Понтовилой... Подлецом... Что ты можешь судить... В общем... Драка была до крики... Он не понял меня... Все равно... Говорят, он теперь политик... Он и раньше-то был говном... Вспомнил тошно... На сердце слякой... Не хочу ничего... Не хочу... Тяжело мне от мыслей всяких... Тяжело мне от разных чувств... Тут еще эти две малютки... Сунув деньги... Я... Нафиг всех шлю... Потому что... Не умеют читать... Проститутки... С выражением... Туго... Ушлю... Снова хмурый... Как небо осеннее... Не хочу... Ничего... Больше плоского... Это ж надо... Проститутки... Читают... Есенина... А без рукавля... И прает... Высоцкого... У вас веса... Тедана зовет... Хо-хо... Хо-хо... Рано... Оделся... Извините... Ну... Знаете... Нет... Очень... Пожалуйста... Спасибо... Девчонки... Первое... Второе... Здравствуй... Что это такое? Что это за пропадение? Что? 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 Ваша жизнь? Я не хочу... Я не буду... Я... У меня... У меня голова болит... У меня голова болит... У меня болит голова и... Голова не будет участки... У меня критишки дни... Поподробней... У меня... Я извиняюсь... У меня КЗВ... КЗВ? Да... Короткое замыкание... Володя... Точнее... КСВ... Королизы среднего возраста... Мы тоже умеем всякие аббревиатуры сочинять... Я... Чего пришел? Да... Она не меня звала... А кого? Ооо... Поговорить хочется... Ну, а ты там... КСВ... Или... Или... ВДВ... Или... Или... Или ты не справился... Я не начал... Что... Я... Кто бы... Отказался... Ну что, коллега... Рабочий день окончен... По-моему, еще нам 15 осталось... Ну, у тебя 15... У меня, наверное, было до 12... Но судя по происходящим событиям... Нам здесь делать больше нечего... Мы лишние на этом празднике жизни... Я думаю, если мы уйдем, они даже и не заметят... А ты из какого агентства? Ника Моделс... А ты? А я... Сама на себя... Я из контактов... Контактов... Ну, ты молодец... Я из на Фейсбуке... В Одноклассниках... В Твиттере... ICQ... Mail.ru... Дело в том, что... Ну, я тебе скажу, что... Самое популярное мое приложение в социальной сети... Это все-таки Одноклассники... Где-то процентов 60 клиентов... Там старушки... Клиенты... Да, давайте... Приятный до святого... Да... Ну, как бы... А, ну, как дела? Да хорошо... Скажи, вот честно... Я-то знаю свой ответ... Скажи, а тебе зачем это надо? В смысле? Ну, вот это все... Молодая, красивая... Ай-яй-яй-яй-яй-яй... Вот, я тебя не ожидал этого... Ты хочешь меня поупрекасичить? Нет, я сказал, что звой... Ты, партик... Так... Бритник, что взывать... Вызывать духов... Нет, я хочу понять... Я знаю, для чего я это делаю... Я хочу знать, зачем ты это делаешь... Ну, зачем ты это делаешь... А возьми, для чего ты это делаешь, а? Не, ну, это... Не ради денег? А ради денег... А я нет... Я считаю, благородная профессия... То есть ты бесплатно это делаешь? Нет, за деньги, но благородно... Помогаю людям... Я вот сейчас что-то не... Я тебе больше скажу, что я помогаю женщинам... Только ш... Только ш... А, ну да, ты сейчас помогла... Знаешь, на самом деле, мне кажется, что... Вот если бы не я, они бы были очень несчастливы, потому что... У них есть мужчины... Ко мне обычно приходят за нестандартным сексом... Воплотить все свои извращенные фантазии... И... Они... Это делают со мной... И не мучают своих женщин... Как вариант... Второй вариант... Даже если он нормальный... У него нет... Каких-то маньячных наклонностей... То... Скорее всего, ему нужна любовница... А если ему нужна любовница, то он будет тратить на нее деньги... Машина... Снять квартиру... Сент-3... Ну и так далее, и так далее, и так далее... И, по сути, я экономлю... Семейный бюджет... Семейный бюджет... Какая благородная... Я спасаю женщин, понимаешь? Жаль, только не смогу... И не могу спасти себя... Это жаль... А... А ты весь парень? Муж... Муж... Друг... На... Инвестор... Мецена... Я... Карьеристка... Благородная карьеристка... Ты знаешь, благородная карьеристка... Как тебя зовут? Скажи мне... Меня зовут Инесса... Инесса? Да... Скажи мне Инесса... Что в паспорте твоем? Инесса... А... Вот так, да? О чем думают родители, когда называют ребенка Инесса? Кем она вырастет? Ну, собственно... Согласен... Мне помогло... Хорошо... Инесса, которая не может спасти саму себя... Ты мне очень симпатична, честно... И не потому что... То, что там было... Просто... Что-то есть в себе такое хорошее... Да? Да... Да... А... Слушай... Инесса... А... А хочешь... Или нет... Давай! Что? Я не знаю... Ты воспримешь это... Давай сходим в кино... Ну... Как нормальные люди... По парку погуляем, я не знаю... Там... За ручку... Никаких... Ничего... Не... Приставать не буду... Оно мне надо... Как обычные... Как нормальные люди... Поцелуемся на третий день... Точно... Четвертый... Я... Не... Не... Не плейбой... Потом... Об интиме я вообще не говорю... Просто... Вот как нормальный... Вернемся... Вспомним... Наверняка... Тут же были... Романтика... Школа... Свидание... Все... Я готов тебе это... Все... Ну... Вспомнить... У тебя же оно где-то на подкорке осталось... Знаешь... У меня была романтика... Очень такая... Красивая... Я парня любила... В школе... А он потом меня бросил... Ну как... Он не бросил... Ничего не сказал... Просто потом увидела его с другой девушкой... А потом я его спросила... А почему ты меня бросил? А он сказал... Не дала... Я не верю в романтику... Нет... Можно и попробовать... Просто попробовать... Эм... СМСки... Звонки по телефону... Мне ты первая положи... Все как... У... Обычных... Здоровых... Людей... Которые делают это... Бесплатно... Давай... Я попробую... Тебе помочь... Хочешь? Я попытаюсь... Тебя спасти... Раз ты не можешь спасти... Только... Сюда... Поздно... Ты... Тебя решил... Д sings... Т... Мне должен... Тебя может... Могует... Тебяlo... Всё... Ты... Могил... Коринги... Я хочу... Ну... Не спасти... Не спасти... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...